роботы или торговые скажем так советники были когда-то придуманы как раз именно в помощь трейдерам тем кто не имеет большого количества времени на посиделки за компьютером и чья скажем так торговая стратегия предполагает именно редкие нахождения около терминала и наличие скажем так более интересных занятий чем высиживание гипнотизирования будь это экран компьютера или гипнотизирование телеграфной ленты как в начале двадцатого века было когда котировки приходили к скажем так крикфеллерам ливермору и так далее тем кто те времена сколотил свое состояние а вот если времени нет то им на помощь пришли программисты которые на тех еще далеких временах ну за пределами конечно перфокарт и всего остального придумали определенные программы которые как раз и были призваны облегчить жизнь трейдеров самое сложное это найти правильного разработчика тот который вас поймет поймет вашу торговую систему то есть если вы в состоянии сформализировать вашу мысль как заказчик если вы можете записать что-то типа технического задания то будет очень хорошо и тогда тот разработчика желательно чтобы это был программист и трейдер который чтобы он понимал вас и вы говорили с ним на одном языке и тогда он сможет уже сделать именно то что вы хотите ну или скажем так максимально приблизиться к тому что вы хотите потому что если вы возьмете наймете скажем так для реализации своей задумки какого-то хорошего прикладного программиста который всю жизнь например писал игры для там консоли для пока или еще для чего-то то он никак вам не поможет потому что программирование для торговых систем ну скажем так процентов на 40 имеет специфические термины и реализацию в коде от того что привыкли скажем так видеть программисты прикладного уровня то ваша торговая система должна быть формализованным она должна быть именно формализованным и значит и подвергну как бы быть как бы это сказать она может быть описано то есть если у вас торговая система такая серии мне кажется что вот здесь вот нужно зайти или вот чуечка у меня там сработало или там какие-нибудь маржинальные зоны мне приснились или фибоначчи перевернувшись в гробу мне подсказал и вот мы тут чего-то делаем то есть если это невозможно описать формулами то разработчику какой бы умный он не был будет крайне сложно это сделать поэтому помните всегда такую фразу кто ясно мыслит тот ясно излагает постарайтесь изложить свою мысль на бумаге по пунктам первое я вхожу в сделку если то-то 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 вполне конкретно я выхожу из сделки тогда тогда и тогда то есть это фактически вы должны будете описать свой алгоритм на сайте клуба картель существует сервис который позволяет заказать написание роботов индикаторов или вот других программных продуктов именно вот моими скажем так силами а вот и иногда возникают там вопросы о по поводу скажем так утечки вашей интеллектуальной собственности и вообще надежности то есть вдруг вы придумали что-то такое великое это вполне может быть и вы опасаетесь того что передав систему кому-то скажем так относительно для вас левому человеку вы можете вот фактически слить ему ваш грааль значит но данная тема давно было уже скажем так описано предусмотрено в цивилизованном мире и есть такой правовой документ то есть между разработчиком и заказчиком составляется как бы документ договора неразглашений и о запрете применения вашей интеллектуальной собственности разрабатывая торговых роботов вы должны в конечном итоге подумать о том будет ли удобно вам потом этого робота применять то есть у вас должен быть удобный интерфейс конечного пользователя то есть если у вас есть возможность выбирать использовать например одну торговую платформу но она имеет там или она бесплатная но имеет много ограничений или чуть подороже у брокера или платформы но она будет полностью удовлетворять вашим желанием и удобством то конечно выбирайте то что более удобно то есть это как не знаю с автомобилем да то есть можно и на запорожце доехать вокруг света сделать кругосветное путешествие но все же лучше ехать с комфортом поэтому если у вас есть возможность то постарайтесь оформляя скажем так или договариваясь с конечным с разработчиком описать и сформулировать как вы хотите чтобы у вас это все было когда вы думаете о вашей торговой системе заранее подумайте нужно ли будет вам менять какие-то параметры то есть если у вас система жесткая где вы изначально понимаете что вот у меня будут такие условия входа такие условия выхода и я не буду подбирать параметры я не буду как бы моделировать это все тогда вам как бы один путь к заказу к написанию роботов к их применению если же вы видите что скорее всего ваша торговая платформа должна обладать ну не платформа а алгоритм обладать определенной гибкостью то подумайте об этом заранее и вполне вероятно придется сделать двойную работу вначале подобрать параметры для моделирования чтобы из там десяти тысяч параметров и факторов которые на ваш взгляд влияют на вашего робота уже сконцентрироваться на может быть десяти двадцати и под них уже на конечной платформе будь это мт4 мт5 там тос но синкосвим или там еще какая-нибудь платформа уже написать какого-то робота подумайте об этом заранее также важно отметить возможность тестирования робота тестирование конечно же нужно осуществлять на демо счете если есть такая возможность и постарайтесь опять же чтобы это демо тестирование было как можно ближе к реальности например в мт4 мт5 я бы вам не рекомендовал тестировать на встроенных котировках от брокера и надеяться что это стопроцентная надежность существует огромное количество к сожалению платных сервисов которые позволяют вам повысить качество моделирования но если там т4 мт5 то как будто бы до 99 процентов от реальности то есть там вы можете задать и и поскальзывание и разные псевдорыночные как бы ситуации то есть да такой софт который внедряется внутрь мт4 мт5 стоит к сожалению денег и котировки тоже денег стоит вот но вы в этом случае приблизитесь ну может так сказать максимально близко к тому что происходит на самом деле также важен период тестирования но не имеет смысла тестировать на десятки лет назад чисто может быть статистически или для каких-то исследовательских работ да это интересно но для торговли как вы видите вот этот и прошлый год крайне показательные вот эти вот все нештатные ситуации которые сейчас происходят замечательно нам показывают что желательно тестировать вот буквально год-два-три там ну до пяти лет нет смысла уходить в девяностые годы то есть как период тестирования имейте ввиду но так лет пять указывают все разработчики у себя на сайтах на ну будь даже там mt4 или mt5 этот маркет это то что прошлые результаты не являются гарантией будущих успехов следовательно если на моделирование вы увидели что вот если бы вы торговали прошлые пять лет вы стали бы мультимиллионером но это не факт что так будет начиная с сегодняшнего момента и в дальнейшем да так было хорошо как говорится вчера но не факт что так будет завтра в это должны прекрасно себе отдавать отчет и понимать то что было вчера не обязательно повторится завтра какие признаки того что стоит обратить внимание на своего робота и его скажем так менять или уже адаптировать первое понятный для всех признак это убытки если ваш робот начинает приносить вам убытки скажем так на грани дозволенного то начинайте потихоньку уже скажем так останавливаться для того чтобы вы поняли что пошло дело не так вам нужно ввести статистику я вот своим студентам скажем так или вот коллегам в чате клуба картель рекомендую ввести статистику и выгружать ее не не позже или как бы не дольше чем раз в неделю то есть вы поторговали например выгрузили в субботу статистику загрузили либо в excel q либо там в блокнотик либо если у вас есть возможность то в маркетстат например хороший сервис и посмотрите куда вы движетесь первый совет крайне внимательно отнеситесь к выбору разработчика того кто вам будет писать робота этому человеку вы должны в некоторой степени доверять этот человек должен быть квалифицированный и желательно чтобы этот человек был трейдер потому что иначе вы не будете с ним говорить на одном языке дальше второй совет видите статистику работы вашего робота не будет такой ситуации что вы включили его и он всегда будет вам приносить деньги на на блюдечке с голубой каемочкой такое бывает только на на в книгах и фильмах на самом деле так не бывает проходит некоторое время и вам нужно вносить изменения в эти параметры как всегда невозможно ехать на машине не поворачивая руля или не меняя передачу на этой коробке передач поэтому просто так ехать всегда вперед даже трамвай иногда заворачивает который идет казалось бы по прямым рельсам и помните главное что помощник который вам создаст разработчик или вы сами это не игрально все случаи жизни а ваш помощник который должен вам позволить скажем так от отлипнуть от монитора вот отойти от него и оглянуться видишь что за окном есть жизнь они просто высиживать и гипнотизировать графики с надежда на то что вы не пропустите точку входа поэтому я вас призываю крайне внимательно относиться к роботам и не верить тем скажем так золотым и медовым словам которые где-нибудь в интернете вы увидите где вам скажут что вот этот супер робот он супер граль нажми кнопку бабло и у вас тут все будет уже только иди за мешками с деньгами нет так не бывает ну по крайней мере я такого не видел критически относитесь к тому что вам говорят тестируйте проверяйте и если вы во всем убедились тогда либо покупаете либо заказывайте роботов у людей которым вы доверяете и применяйте с оглядкой от того к тому что все равно робота придется менять параметры на рынке меняются как сейчас вот происходит довольно таки интересная ситуация и вечно прибыль вам течь не будет